Доброе время суток всем! Сегодня мы делаем фарш колбасный. Будем с мужем делать колбасу. Пока для себя, а уже летом, весной на продажу. Так, мясо у меня свинина пресная, шпик хребтовой, общая масса получается 2-300. Соль нитритная и соль поваренная. Соль нитритная у меня 23 грамма, поваренная 23. 46 грамм получается общая масса. Нитритная соль берется из расчета на килограмм 10-15 грамм. Но вы тут смотрите по желанию. Вот такая вот у меня приправа. Здесь перец и травы. Это для сервелатов. Делаем обычную домашнюю колбасу, без всяких заморочек. Нужно пропустить мясо вот на такой крупной решетке. Вот такая вот у меня насадочка. Она вставляется в мясорубку. Вот сейчас начну крутить. Вот смотрите, я перекрутила фарш. Сейчас буду вымешивать. Должен отделяться белок. Оно должно получиться волосинками. Такое месиво вот прям как бы объяснить. Но не будет похоже на фарш. Будет одна такая масса. Фарш должен быть 10 градусов. Но 12. Как будет нагреваться, значит нужно выносить его на холод или вставить в холодильник в морозилку. Чтобы фарш не был теплый. Сейчас будет сводить руки. Получилась такая однородная масса. Но она у меня холодная. Даже 5 градусов. Мешала в теплых перчатках и внутренне лоновых сверху. Они у меня новые. Что ходит в приправу сырокопченоковой волосы. Там грецкий орех и перец черный молотый. Нужно, чтобы сейчас постояло 24 часа на соленье. Чтобы фарш просолился. Но мы скорее всего это разделим время. 12 часов он будет у нас фаршем стоять, солиться. Пока мы делами занимаемся. Потом освободимся. Мы сделаем батоны. И батоны просто положим тоже. Дальше, чтобы посолились часов 12. А потом уже будем мы варить и коптить. Уважаемые зрители, смотрите. Мне неудобно одной рукой делать. Снимать и колбасу делать. Вот так я одеваю оболочку. Сюда накладываю фарш. Включаю мясорубку и она продавливает. Получаются вот такие вот батончики. Почему мы делаем маленькие батончики? У нас маленькая коптилка. Невысокая. И чтобы ее подвешить, батончики приходится делать маленькие. Вот так вот нарезаю оболочку и замачиваю ее в теплой воде. Вот. Вот этот не завязала. Потом, когда все сделаю, уплотню, чтобы поплотнее было. И вам покажу, какие батончики и сколько получилось. Получилось так. Ну, вот так вроде бы. Ну, вот получилось 6 палочек колбасы. Сейчас я его положу на засолку. Потому что полежала она фаршем всего 5 часов, солилась. Сейчас продолжать будет солиться в батончиках. Что я хочу сказать. На мясорубке, конечно, плохо делать колбасу. Не то, что плохо. А получается на выходе фарш получается паштетом. Все, шнек все разматывает по стенкам. Все сало и мясо. И получается на выходе паштет и паштет. Конечно, через шприц это было бы намного лучше. И было бы красивей. Ну, ладно. Так, как мы делаем для себя. А потом, когда уже начнем весной торговать, то я куплю шприц. И буду делать через шприц. Так, сейчас на засолку. Завтра в духовку ставим варить. Так, смотрите. Сейчас делаем термообработку. Все выложили в духовку. Сделали расстояние между друг другом. Сейчас поставила на 50 градусов. Воскнула щуп в батон. Вот где щуп стоит, там тоже должно быть 50 градусов. Как до 50 градусов поднимется, Ставим духовку на 80 градусов. И ждем, когда будет в батоне 60 градусов. И вот когда мы поставим на 80 градусов и будем ждать в батоне 60 градусов, нужно налить воды. Чтобы паром обдавала колбасу. Так, у кого есть вентилятор в духовке, включайте вентилятор. У меня нет вентилятора, потому что, когда нет вентилятора, будет неравномерно колбаса проходить термообработку. Где-то будет белесо, где-то будет ярко. Вот, посмотрите. Но еще духовку нужно включить вниз, вверх. И ставим 50 градусов. Так, колбаска прогрелась до 50 градусов. Внутри батона 50 градусов. Сейчас наливаем поддон воды. Ставим духовку на 80 градусов. 80 градусов. И ждем, когда в батоне будет 60 градусов. Водички налила. И ждем, когда поднимется температура. Сейчас вода будет немножечко испаряться. Влажность будет больше. И колбаска будет прогреваться. Сейчас температура поднялась 50 градусов в батоне. Водичку в поддон налили. Сейчас важность будет больше. Будет обрабатываться колбаса. На 80 градусов. На 80 градусов поставили духовку. Ждем дальше. Вот температура 60 градусов. Если вода испарилась. Если вода испарилась, чуть-чуть водички подлейте. И сейчас также температуру оставляем на 80 градусов. И ждем, когда в батоне будет 70 градусов. Когда батон прогреется до 70 градусов. Ну, все. Вот и завершилась термообработка. В батоне 70 градусов. Все. Я сейчас подключала. Чуть-чуть так духовочка приоткрытая постоит. Чуть-чуть остынет. И пойду коптить. Так. Вот получилась у нас вот такая колбаска. Очень вкусная. Я ее нарезала. Я уже поела. Единственное. Вот по краям. Вокруг колбасы по краям вот так вот сало вылазит. Это вот когда я на мясорубке гнала. Крутила в оболочку. И вот это сало все гонялось по мясорубке. Я еще говорила, на пашкетом становится. Вот это и есть минус мясорубки. Вообще лучше делать за шприцом. Так. Завершили копчение. Забыла снять, когда мы ее коптили. Закрутилась. Коптильни у нас своей нет. Мы брали у сестры. У нее такая небольшая она. Так. Еще я забыла сказать, что свинина это наша. Почему мы не делаем в череве? Я брезгливая и не могу чистить череву. Мне прям плохо. Сколько не пыталась, не могу запах переносить. Мне проще пойти купить оболочку, сделать в оболочке. Или взять и купить череву у себя на работе. Но чистить череву я не могу. Свинина наша. А вот оболочка копная. Так. И еще я постараюсь сейчас ставить сыр. Ну это в конце ролика будет сыр, который я готовила. Уже порезанный. Сыр очень вкусный был. Нежный. Ну был. Мы уже его съели. Кому было полезно видео, ставьте лайки. Дизлайки. Пишите комментарии. Всего доброго. До свидания. Да, я еще там оговорилась в видео, когда я мешала фарш, сказала сырокопченая колбаса. Не сырокопченая, а сервелат. Прошу прощения. Посмотрите. Вот то, что я делала с сыром. Это маленькая головка. Ну, конечно, она не пролежала сутки. Меньше. Вот я его разрезала. Привкус сливочный. Очень вкусный. Нежнейший. И такой вот быстрый рецепт без клопот. Продолжение следует.